Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы Недельная глава Мишпатим И мы говорили уже о рабе Который попадает в рабство на 6 лет И о девочке, которую продали в рабство Сегодня мы говорим об убийстве Убийство бывает умышленное, бывает неумышленное По неосторожности бывает И мы смотрим Что значит неумышленное убийство И мы видим, глава Массей называется Это книга Бамедвар, последняя глава Что происходит? Человек убивает другого человека По ошибке Он не хотел умышленно убивать И он ему не враг ни вчера, ни третьего дня Тора дает пример, что происходит Человек рубит дрова Слетела топорища с рукоятки И убила его соседа Что ему делать? Он должен бежать в город-убежище Есть у нас 48 левицких городов Из них 6 городов называется города-убежище 6 городов на восточной стороне Иордана И 6 городов на западной стороне Иордана Человек должен бежать в один из этих городов Если он успел забежать в один из этих городов То с этого момента Он уже защищен До того, как пройдет суд над ним Ему ничего не угрожает Если кровомститель Родственник, допустим, этого человека Его догнал Пока он не успел забежать в этот город То не будет вины крови на этом родственнике Который убил его Поэтому он должен бежать Прибежал в этот город Состоялся суд Суд должен определить Убил он человека умышленно Или он убил по ошибке Это очень непросто Суд разбирает Не просто так сказано Он не враг ему ни вчера, ни третьего дня Говорится, что Если люди поссорились И за три дня они не помирились То с этого момента Уже у суда есть веские основания Подозревать его умышленном убийстве Если все-таки Подозрения уйдут О умышленном убийстве Что все-таки он убил неумышленно А насколько его большая вина В этом деле трудно определить Вот Всевышний определяет Что он будет жить В городе убежище До тех пор Пока не умрет Первосвященник страны Когда умирает Первосвященник страны То тогда Он уже свободен Имеет право жить Там, где он пожелает Что интересно Если он учился в Ишиве То Его Ишива И ученики Переезжают в этот город Убежище вместе с ним Удивительно И в чем они виноваты А в чем он виноват Он не хотел никого убивать И наши мудрецы говорят Что все-таки Не все так просто Да, он ему не врагу Ничего Но когда человек работает Он должен хотя бы проверить Свой инструмент Он должен проверить Перед началом работы Как закреплена Рукоятка Как Как-то это все сделано Проверить У нас есть заповеди Которые говорят Что если строишь новый дом То надо построить Перила на крыше твоей Чтобы не упал Никто с этой крыши По Все-таки Будет твоя вина Ты не должен быть Иродием У Всевышнего В руках Ты должен стараться Все силы приложить Соблюдать технику безопасности Все-таки Какая-то вина У него есть И суд Не может досконально Определить Вот Всевышний определяет Если первосвященник молодой Он еще всю жизнь проживет И этот человек Может всю жизнь прожить В городе Убежище Не выходя оттуда А если Он уже допустим Старый И он умирает То Если этот человек Сразу уходит Значит может Вины у него меньше было Что он действительно Мало в этом деле Был виноват То есть Вот так это работает Это неумышленное убийство Что касается Умышленного убийства То здесь написано Что если человек Умышленно убьет Ближнего своего То от жертвника моего Заберешь его на смерть То есть Настолько Серьезная заповедь О умышленном убийстве Что даже Если он коин И он служит в храме И любой человек Ухватился за рога жертвенника Все равно И наши мудрецы Приводят пример Они говорят Что Был я Ав Он был Военачальник У царя нашего Давида И он убил Авнера Там И двоих убил Авнера сына Нера И второго Амаса Убил двоих И теперь царь Шлома Говорит Что Давида нет Говорит что Его надо казнить Пришли Он ухватился На рога жертвенника И что нам делать Царь Шлома говорит Рубите Все его убили Похоронили В общем вот такое вот То есть Такая серьезная заповедь В мышленном убийстве И по Торе Человека казнить Вообще очень сложно Значит два свидетеля Должны Не просто это увидеть Это никого не интересует Интересует только Что они его предупреждали Увидели Предупреждали И обои предупреждали И он сказал Все равно убью И одному И второму И четко Четко сказал И знает что за это Полагается смерть Если убьет И все равно убил Только в этом случае Суд имеет право Его казнить И это Очень редкий случай Шломпаторе Кого-то казнили За всю историю Танаха За 800 лет Было всего 8 Смертных казней 8 приговоров За 800 лет То есть Настолько сложно По закону Торы Казнить человека Всевышний делает все так Чтобы Как можно меньше Этого было Раби Акива Говорит Если бы Я был Адвокатом То у меня Вы не смогли бы Казнить ни одного человека Мудрецы говорят Акива Так получается Ты нарушаешь Тору Всевышний говорит Что если человек Такое преступление Смешает Его же надо казнить А ты говоришь Что ты адвокат Понятно что Ты знаешь Так Тору Что Ты можешь Допустим Доказать Что человек Который Виновный Станет Невиновным И поэтому Конечно Нужно Очень хорошо Разбираться В этих законах Так просто Ничего не бывает Теперь Есть пример Интересный В этой главе Медраж говорит Маше Спрашивает У Всевышнего Расскажи мне Как ты творишь Свою справедливость Всевышний говорит Смотри Показывает Человек Пришел к реке Наклонился Попил воды И ушел У него выпал кошелек Пришел другой человек Взял этот кошелек Ушел Возвращается Этот первый Который потерял кошелек Тут идет Посторонний общий человек Он говорит Отдай мой кошелек Он говорит Я не брал кошелек Он в порыве гнева Взял нож И убил того человека Маше говорит Всевышний Как же Какая же это Справедливость Этот же человек Не виноват Этот убийца Какая в этом Вообще справедливость Он говорит Всевышний ему Говорит Маше Человек Который Потерял кошелек Он Убил Родителей Того Кто Его Сейчас убил Его Его опять убивают Еще четвертый Приходит Его убивают Вот он Убил родителей Того Кто его убил Там как-то так Сработало То есть Все это завязано Хотя Не имеет никто Права никого убивать Потому что Без суда Это не делается Но вот так Идет справедливость Тот Кто нашел кошелек Он действительно Страдал Потому что у него Его украли У этого Кто его нашел У него Украл Украли кошелек Этот То есть Все это так Закручено Что Виновен Каждый Каждый Никто не остается Без ответа Рано или поздно Все равно Всех настигнет Наказание Так просто Не пройдет Что человек Кого-то убил И думал Что-то скрыл И украл И у кого-то скрыл Все вернется На круги свои И все А на сегодня Наш урок заканчивается Урок был дан За поднятие души Берта Бат Исреэль Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум Ида Бат Яков Владир Бен Григорий За здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Ицхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Эфим Бен Истер Двойра Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клара Рафаэй Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Сони Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Вадим Мазал Парасас Гула Ирина Бат Ри Рона Риа Бен Ри Загороша Духа Рона Риа Бен Двор Роднис Бен Ахум Авигаль Бат Сара Ханна Бат Аврагам Рафаэль Ариэлей Бен Лариса Парасай Блют Владимир Бен Рая Моша Бен Маня Марина Бат Рая Анна Бат Александра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнасакова Нам мазал то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем желаю Крепчайшего здоровья И пусть скоро Закончится страшная война До следующих встреч Действия состоится Завтра в 15 часов Шалом